Министр иностранного дел Германии Зигмар Габриэль раскритиковал действия России по Сирии в Совете Безопасности ООН. Он уверен, инциденты нужно расследовать как можно скорее и дать четкий сигнал всем, что мировое сообщество не потерпит применение химического оружия. Габриэль потребовал от режима Башара Асада предоставить допуск Организации по запрещению химического оружия для расследования преступлений с его применением. Напомним, документ разработали Великобритания, США и Франция. В нем призыв к руководству страны предоставить допуск следователям ООН ко всем авиабазам в рамках расследования применения химического оружия против мирного населения в провинции Длиб 4 апреля. Резолюцию поддержали 10 государств. Против документа проголосовали Россия и Боливия. Три государства – Китай, Эфиопия и Казахстан – воздержались. Обремененная долгами хорватская компания Агрокор скоро получит 150 миллионов евро финансирования. Это позволит ей нормально работать полтора месяца. Агрокор – крупнейший ритейлер не только Хорватии, но и всей Восточной Европы. Он занят в пищевой промышленности и розничной торговле. 7 апреля глава компании активизировал принятый ранее закон. Согласно ему, Агрокором теперь управляет правительство. В первую очередь в компании планируют частично рассчитаться с местными поставщиками. Об этом сказал менеджер по кризисным ситуациям, которого назначили власти. «Вскоре мы соберем всю документацию, чтобы получить финансирование. Надеюсь, первый транш помощи поступит уже в четверг. Мы сможем расплатиться с поставщиками и пополнить запасы. Это важно, ведь нужно подготовиться к туристическому сезону». Агрокор также – самый крупный работодатель на Балканах. Компания перешла под управление государством на прошлой неделе, когда оказалась на грани краха из-за долгов. По словам менеджера по кризисным ситуациям, компания планирует договориться о дополнительном вливании в размере 300 миллионов евро. Первую краткосрочную помощь 150 миллионов окажут 6 банков. В компании работает около 60 тысяч человек. В долговую яму она опустилась во время быстрого расширения на рынках Словении, Боснии и Сербии. Сейчас она владеет несколькими сетями, розничных магазинов и промышленными предприятиями. Долг Агрокома – 6 миллиардов 430 миллионов долларов. Он в шесть раз больше капитала компании. Это данные за сентябрь прошлого года. Эксперты говорят, что цифра за полгода могла значительно возрасти. Новая управляющая компания говорит, что в ближайшие дни пригласит международных экспертов и обсудит план реструктуризации. Аграрный сектор принес Украине в прошлом году более 19,5 миллиардов долларов. Это 26% всего торгового оборота. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой. В прошлом году собрали 66 миллионов тонн зерновых, а капитальные инвестиции в агросектор составили 61 миллиард гривен. Также министр заявил о том, что государственная поддержка агрария выросла в 15 раз. В Лондоне проходит фестиваль кофе. Борис Татхан Таманг умело создает узоры на вспененном эспрессо. А если добавить немного пищевого красителя, получается вот такой изящный лебедь. Таманг – пятикратный чемпион Великобритании Палаты Арт. Теперь демонстрирует свой талант на фестивале. «95% моих клиентов просто поражены. Они всегда говорят, что кофе потрясающий, прекрасный. Это вдохновляет меня совершенствовать мастерство». Кофе с узорами, несомненно, пользуется успехом. Но тренд фестиваля – нитро-кофе. Рецепт довольно прост. Холодный напиток смешивают с азотом. В итоге он обретает мягкий сливочный вкус, а сверху его украшает нежная пена. Разливают такой кофе из кега. «Это отличный способ легко и быстро готовить кофе. И это нравится клиентам». Специалисты считают, кофе, приготовленный в кеге, отлично бодрит. «В таком напитке много кофеина. Например, по сравнению с капельным завариванием, кофеина остаётся почти в два раза больше». А вот работники одной из лондонских кофеин отдают предпочтение профессиональной кофемашине. Такой аппарат можно запрограммировать вручную, и он приготовит кофе на любой вкус. «Люди всегда хотят знать, откуда говядина или где вырастили яблоки для сидра. Поэтому мы готовим кофе таким образом. Клиентам интересно, откуда их кофе и почему он такой вкусный». Бодрящие свойства кофе люди открыли для себя в девятом веке. Субтитры создавал DimaTorzok